Привет, друзья! Говорила мама, хватит играть, ты с этими играми только деградируешь и ничего не добьёшься в жизни. А тут бац, 21 век стукнул. Так вот, думаю, мама этих ребят забрали свои слова обратно, ведь у нас 10 самых богатых киберспортсменов в СНГ. КОНТРАСТРАЙК Открывает наш ТОП представитель Украины 26-летний профессиональный игрок в Counter-Strike Арсений Тренаженко, более известного как Ксения. На данный момент официальный стример и участник компании Na'Vi, со своей суммой 84 тысячи долларов. Самым высоким достижением Арсений является звание чемпиона мира. Свою игру молодой киберспортсмен начал ещё с 1999 года. С тех пор он успел побывать во множество команд и сыграть на десятки крупных турниров. Ну а так... СТОТАЙТЕ РОК СТОТАЙТЕ! На 9-м месте 27-летний Маркелов Вигор, украинский профессиональный киберспортсмен. Также известен под псевдонимом Маркелов. Один из лучших снайперов мира за всю историю Counter-Strike 1.6. Многократный чемпион мира в составе разных киберспортивных коллективов. Лучший снайпер 2010 года в дисциплине Counter-Strike. Его заработок составляет 105 тысяч долларов. В 2009 году Егору предложили перейти в команду под названием Na'Vi. Именно в этой команде Маркелов добился наибольших успехов в период с 2009 по 2012 года, выступая за мультигейминговый проект Natus Vincere. В составе рождённых побеждать выиграл 4 чемпионата мира. Украинский проект стал всемирно известным. На 8 месте Сергей Ищук, он же Starix. Его заработок составляет 116 тысяч долларов. Starix стояла у истоков киберспортивного клуба Na'Vi. И именно этот человек в декабре 2009 года собрал ту звёздную пятёрку, которая в скором времени стала 4-х кратным чемпионом в Counter-Strike 1.6. С тех пор Starix оставался неотъемлемо частью команды. О его хладнокровной игре могли позавидовать многие. Сергей Старикс и Ищук покидает состав Na'Vi и занимает роль тренера и менеджера команды, чтобы дальше помогать своему родному коллективу. 7 место. Даниил Тисенко. 28-летний украинский киберспортсмен, также известный под псевдонимом Zeus, профессиональный игрок в Counter-Strike, игрок команды Natus Vincere. Является одним из лучших капитанов мира за всю историю Counter-Strike Global Offensive. Его заработок составляет 144 тысячи долларов. Карьеру киберспортсмена Даниил Зевс Тисенко начал в 2002 году, играя в одной из сильнейших команд того времени – Arsenal. Спустя три года уже в составе Virtus.pro, Зевс и его напарники посетили большинство турниров в СНГ. В турнире Asus Cup одерживали победу 9 раз. Даниил является сильнейшим капитаном на момент 2010-2011 годов. Имея великолепные познания игры, Зевс и его команда смогла побеждать достойных врагов. Даниил за свою профессиональную карьеру киберспортсмена побывал в таких командах, как Pro100, Virtus.pro и Natus Vincere. На сегодняшний момент является капитаном команды Natus Vincere. Из Швеции сказали, приходи, будем с тобой решать вопросы. Шестое место. Иоанн Сухарев. Профессиональный украинский киберспортсмен. Также известен как Эдвард. Его заработок составляет 147 тысяч долларов. Иоанн всемирно известный игрок в Counter-Strike. Многократный чемпион мира. Первые матчи провел в составе Харьковской команды, представляя клуб CyberCity 2000. В 2001-2002 годах. Уже тогда Иоанн показал себя как перспективный игрок на данной дисциплине. Просто первый серьезный киберспортивный клуб в карьере. Наибольших успехов добился в период с 2009 по 2012 года, выступая за мультигейминговый проект Natus Vincere. В составе Рожденных Побеждать выиграл 4 чемпионата мира. В июле 2013 года покинул Na'Vi. С 19 июля того же года выступает за команду Astana Dragons. 6 ноября было анонсировано, что Иоанн покидает команду и возвращается в Na'Vi. 5 место. Беларусь. 20-летний Артем Баршак. Известен как FNG. Профессиональный игрок в Dota 2. Его доход составляет 320 тысяч долларов. Артем до прихода в Айка в 2013 году играл исключительно в Non-Pro командах и Миксах. Однако затем очень быстро вырос в игровом плане и стал одним из топовых игроков на СНГ сцене. Долгое время являлся капитаном Power Rangers. После TI4 был приглашен на роль капитана в Natus Vincere. Но команда не продемонстрировала ожидаемых результатов, лишь единожды взяв победу в 4 сезоне. Осенью 2014 года Артем присоединился к Virtus.pro Polar, где со стабильным ростером попал на The International 2015. 4 место. 24-летний Сергей Брагин, более известен как God, киберспортсмен в Dota 2 с заработком 322 тысячи долларов. Он начал играть в Dota в 2008 году и принял участие в местных турнирах в его родном городе Санкт-Петербург, поигравший во многих коллективах мира. В конце 2012 года уехал в Китай играть за команду LGT, но после неудачного выступления на TI3 вернулся в Россию, где стал частью обновленного состава Virtus.pro. 3 место. Глеб Липатников, известен как FANIC, профессиональный игрок в Dota 2, 27 лет и имеет доход в 363 тысячи долларов. Долгое время Глеб был известен как весьма неплохой игрок, но не более. Выступая за DTC, вместе с командой DDRR посетил The International 2, где отметился великолепной игрой на Vista. Однако после турнира покинул коллектив, присоединившись к Empire. В Empire Липатников отметился бесподобной игрой Night Links, соло-легкой линии. Также FANIC играл в составе команды Natus Vincere, с которой стал серебряным призером TI3. В данный момент играет за команду Team Empire. 2 место. Киевлянин Александр Дашкевич, известен как Хвост, профессиональный игрок в Dota, с заработком в 621 тысячу долларов. Впервые Александр засветился на профессиональной сцене в команде Planet X в 2009 году, но после ряда поражений и замен в команде ушел в инактив. В 2010 вышел на просцену в составе коллектива Na'Vi, с которым добился немалых успехов. После победы на International в 2011 году стал одним из самых популярных игроков мировой Dota. В конце 2011-го Artstyle покинул команду Na'Vi и Хвост стал полноценным керри, рожденный побеждать. Славится своей агрессивной и умеренной наглой манерной игры, но данный момент в составе Team Empire. И на первом месте у нас самый богатый киберспортсмен СНГ. Парень со Львова, 26-летний Данил Ишутин, известен как Dendy, с заработком в 624 тысячи долларов. Свою киберспортивную карьеру Данил начал в далеком 2005 году. С постом на форумах о сборах команды, которые будут претендовать на звание «Лучший» на доте сцене. За это время Данил успел выиграть множество турниров. В конце 2010-го года Дэнди переходит в Na'Vi, так как для талантливого игрока открылась новая страница в книге достижений. Дэнди приобрел славу одного из лучших миггеров мира, а его звезда ярко засияла в финале 2011-го года, когда Данил на путь же убивал команду A'Home со скоростью одного китайца в минуту. С тех пор путь зачастую является баном номер один против врожденных побежданий, а Дэнди – угроза, с которой считают оппонентами. Гейб Ньюэл, владелец компании Valve, в своем время назвал Дэнди самым харизматичным игроком современности. Данное высказывание подтверждает практически во время всех ланов, где его окружают толпы фанатов. Что ты скажешь об их уровне игры, конкретно в игру Доту? А че ты ржешь-то? Ты не уважаешь Na'Vi US? А на этом у меня все. Друзья, вы заметили, среди такого большого количества киберспортсменов не находится ни одной девушки. Хотя, но интернациальный состав Fnatic Female – одна из сильнейших женских команд по КС 1.6 за всю историю игры. Как только мы с вами наберем большое количество лайков на этом видео, выпущу вторую часть про мировых киберспортсменов. А может и про киберспортсменок. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok